Мы рады приветствовать команду Самбо-70. Завтра вы начинаете выступать на турнире в Берлине. Какими эмоциями приехали в Берлин? Мы приехали только побеждать, приехали показать свое мастерство, показать свою школу. Наша школа является одной из самых востребованных и, наверное, лидеров в Москве. И, наверное, я только думаю, что в России. Я являюсь старшим тренером сборной Москвы по САМО. И мы хотели себя проявить на этом турнире и показать все, что мы можем. Расскажите, пожалуйста, о вашем клубе. Наш клуб имеет очень большую историю. В следующем году, соответственно, мы празднуем каждый год наше юбилей. Ну да, не юбилей, а день рождения. То есть у нас такая традиция. У нас большая история. Мы имеем большое количество чемпионов мира, чемпионов Европы по юношам, юниорам, по взрослым. Ну и, соответственно, приехали сюда таким хорошим составом. Все спортсмены, которые приехали сюда на турнир, являются членами сборной команды России. Ну и одним из них мой воспитанник, Али Догоев, является неоднократно победителем призовом первенства страны. То есть и ребята приехали хорошего уровня, чтобы показать, насколько мы готовы конкурировать с ребятами из европейских стран. Али, вот расскажите, с какими вот ожиданиями вы приехали в Берлин? Ну, мне все понравилось. Приняли очень хорошо. Доехали в гостинице, еще расселиться не успели. Но эмоции не высокие. Самый такой жесткий вид спорта. Вы пока не производите впечатление жесткого такого человека. Как вам удается проявлять вот такие вот, не знаю, волевые качества? Со стороны мы все тоже люди. И ничего удивительного. Когда вы уходите на ковер, начинается борьба. Но вот какие качества нужны в самбо? Вот какие вот самбисту нужны качества, чтобы быть успешным? Ну, как везде, наверное, божество, стремление к высоким целям, к терпению. Вот вам как тренеру легко с ним работать? Ну, если честно, то тренера, в принципе, легко работать, потому что он стремится к результатам, хочет добиться наивысших достижений. Он, несмотря на свой, точнее, это юный возраст, 16 лет, был норматив мастера спорта. Это довольно-таки высокая такая планка. И двигаясь, работает дальше, обязывает, чтобы вот даже не подгонять, немножко вот его контролировать, чтобы он не переработал, да, чтобы не устал. Так, ну, как бы постремиться к дальнейшим высотам. И, конечно же, наша цель – это мир, Европа, страну более старшего возраста. Ну, вот я, насколько понимаю, вы ставите самые высокие цели перед собой всегда. А вот насколько вы сейчас сложнее выдерживать конкуренцию? Потому что, я думаю, что конкуренция растет в последние годы в самбо. Ну, конкуренция, конечно, растет. На самом деле, по многих странах сейчас развивается самбо. Не только в Евросоюзе, еще как бы африканские страны, азиатские страны. И поэтому, конечно же, мы развиваемся, растем и стараемся у них выигрывать за счет, наверное, своего опыта. И его, наверное, вот, всего того, что самбо – это мы начальники самбо, это вот Советский Союз, Российская Федерация. И мы здесь, как бы, являемся все-таки основоположниками. Поэтому мы стараемся в чем-то их обыграть. Но, конечно же, уровень растет, бесспорно. И мы будем конкурировать не очень приятно, в сильной конкуренции завоевывать медали. Ну, вот, Али не даст соврать, первенства Европы, которые он выиграл, были довольно-таки серьезные. И довольно-таки качественные спаики там были, и победы дались непросто. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо большое, и вам тоже. Спасибо.